Но сейчас о главных темах выпуска более подробно. Сегодня состоялась 16-я очередная сессия городского совета. На обсуждение депутатов было вынесено 8 основных вопросов. Многие из них касались будущего развития городского поселения. Подробности в первом сюжете выпуска. В первую очередь депутатам предлагалось утвердить индикативный план социально-экономического развития Белореченска на 2016 год. Это один из важнейших документов органов власти, который ежегодно разрабатывается в качестве обязательной основы для формирования и реализации целей и приоритетов деятельности муниципалитета. В рамках сессии совету предлагалось утвердить прогноз, который уже прошел все процедуры слушаний. Следует отметить, что несмотря на простую экономическую ситуацию в крае, связанную с внешнеполитической и экономической обстановкой вообще в стране, практически все показатели прогноза 2016 года сформированы с учетом стабильности и роста. В экономике по-прежнему занято около 57% горожан. Уровень безработицы в 2016 году останется на уровне прошлых лет и составит 0,9%. Структура промышленного производства не изменится и будет состоять из предприятий, производящих кондитерские хлебопекарные изделия, консервную продукцию, сухие бетонные смеси, металлопластиковые и железобетонные изделия, корма. По прогнозам, планируется в будущем году увеличить объемы на 8,6% оценки 2015 года и объем обрабатывающих производств составит 8,593 миллиона рублей. Планируется увеличение производства плодовощных консервов, кондитерских изделий, чайной продукции, хлеба. В сельском хозяйстве производство продукции прогнозируется за счет объемов Белореченской птицефабрики, тепличного комплекса и ЛПХ. Объем продукции всех категорий в этой отрасли планируется получить в будущем году на общую сумму 1 миллиард 667 миллионов рублей. По показателям плана 2016 года ожидается рост объема инвестиций. Сегодня городские депутаты начали процедуру рассмотрения бюджета 2016 года. Утвержден Оргкомитет по проведению публичных слушаний, которые пройдут в этом же зале 7 декабря. Кроме того, проект бюджета рассмотрит и выдаст свое заключение контрольно-счетная палата. А пока депутаты рассмотрели доходы и расходы бюджета 2016 года. Планируется, что доходы бюджета будущего года составят почти 195 миллионов рублей, немного с увеличением по сравнению с доходами 2015 года. В основном ожидаются доходы от поступлений НДФЛ, налога на имущества физических лиц, акцизов на нефтепродукты, а также от аренды платы на землю. Распределение средств планируется практически в тех же объемах, что и в прошлом году. В том числе на дорожный фонд более 30 миллионов рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 95 миллионов 500 тысяч рублей, на обеспечение муниципальных программ социального значения – 4 миллиона рублей. Также депутаты дали свое согласие направить средства в сумме 4 миллиона 570 тысяч рублей, дополнительно поступившие в городскую казну, на оплату уличного освещения, благоустройства и погашения бюджетного кредита. Наталья Пугачева, Сергей Гриценко, События и люди.